Хотела у вас еще спросить по поводу вчерашней новости, якобы ликвидации правой руки Кадырова, Дельмханова, но Кадыров потом опроверг это, говорит, что все это фейк, это все мы сделали специально такую операцию, чтобы вот все написали, даже опубликовал какое-то видео, где они какую-то там карту смотрят. Но вот было сообщение, что некоторые российские СМИ сообщают, что все-таки этот Дельмханов якобы находится в зоне проведения так называемой спецоперации. Мы вот перед вами общались с нашим военным экспертом, но он сказал, что по его данным все-таки этого Дельмханова ликвидировали. Ну, как вы понимаете, я не присутствовал в том морге, где лежит Дельмханов и не был свидетелем его ликвидации. Там есть единственная проблема с этим видео, с этой картой, где Кадыров похлопывает по плечу. Опять-таки, вот люди, которые внимательно рассматривали эту карту, говорят, что эта карта на состоянии 2022 года, то есть это видео не свежее. Но в любом случае, я думаю, что эта тайна очень скоро станет явным, потому что Дельмханов – это человек, который чрезвычайно публичен, он очень разговорчивый, если не сказать болтливый. То есть, я думаю, что если он какое-то время не будет проявляться в свежих интерьерах сегодняшнего дня, то это свидетельство того, что с ним действительно что-то случилось. Ну, поэтому, так сказать, для этого, я думаю, что для этого надо подождать буквально несколько дней. Дельмханов не тот человек. Я думаю, что если бы это было фейком, вот убийство Дельмханова, то мы бы уже сейчас видели свежее видео с Дельмхановым, который там на этом бы уж точно отыгрался, сказал бы, что не надеетесь там и так далее. Ну, присущий вот этим вот тикток войскам кадыровским, такой бахвальской манере. Ну и сам Дельмханов якобы написал на своем телеграм-канале, он тоже опубликовал сегодня то видео Кадырова, где они рассматривают карту. Но при этом ничего нового, никакой фотографии там даже с зоны проведения так называемой СВО он не опубликовал. Хотела у вас еще спросить по поводу интервью с Кобеевой и Лукашенко. Они очень громко там говорили и о потерях украинских, и о ядерном оружии. И вот как раз на этом хочу сакцентировать наше внимание, потому что была информация, якобы уже Беларусь получает ядерное оружие с России. А будет ли Лукашенко иметь доступ к нему? Ну, в любом случае, на сегодняшний момент есть стопроцентная гарантия того, что вот сегодня Лукашенко, конечно же, не получит доступ к ядерному оружию. И Беларусь не становится ядерной державой. Собственно говоря, в рамках, даже в рамках, по сути дела, даже если смотреть в сторону международного права, то вот такой вот перенос, значит, ядерного оружия на территорию Беларуси не является нарушением. Потому что в данном случае контроль за транспортировкой, хранением и использованием ядерного оружия остается за 12-м управлением Министерства обороны России. То есть Россия не выпускает из рук, ну, так называемую ядерную кнопку. Лукашенко не будет иметь доступа. Другой вопрос, как дальше пойдет. И понятно, что на сегодняшний момент все эти угрозы ядерного удара, они являются шантажом. Это пока это очевидно. Но как дальше пойдет, тут предсказывать довольно сложно. Потому что в условиях, когда сам режим Лукашенко, он же заявил о том, что если кто-то на нас нападет, то тут тогда вот обязательно держитесь. Значит, что такое нападет? Территория Беларуси является законной целью украинской армии, вооруженных сил Украины. Потому что с территории Беларуси происходили и происходят удары по территории Украины. Следовательно, территория Беларуси является законной целью белорусской армии. Кроме того, существует полк Калиновского, который имеет полное право, это граждане Беларуси, которые имеют полное право на освобождение своей территории. В какой-то степени я допускаю, что само размещение на территории Беларуси ядерного оружия это попытка устрашения, превентивного устрашения, чтобы не было соблазна освободить территорию Беларуси от оккупанта, от узурпатора Лукашенко. Но тут все зависит от того, как будут разворачиваться события. На каком-то этапе совсем исключить, хотя я по-прежнему считаю, что вероятность использования ядерного оружия крайне мала, но совсем исключить, что в какой-то ситуации вот эта парочка обезумевших диктаторов решит, что ну ладно, с территории России нет, а вот с территории Беларуси давайте попробуем. Поэтому в целом я думаю, что этот шаг, он безусловно скорее всего является шагом шантажа, но довольно заметно уменьшает уровень международной безопасности. Особенно меня, ну скажем так, несколько удивляет равнодушие Запада и европейцев, в частности, вот к этой риторике Лукашенко, что вот мы сейчас с Путиным созвонимся, правда, куда он будет с Путиным звонить, когда у него телефона нет, но вот мы сейчас с Путиным созвонимся и ударимся, вот берегитесь, да, что-то в этом роде он сказал, устрашающе очень. Я думаю, что на это стоило бы ответить на Западу. Пока этого не происходит, видимо, ну может быть они считают, что это все бравада, что это все шантаж, что это все не стоит внимания. Не уверен, что это правильная политика. Продолжение следует...